Многие комментаторы мне рассказывали, что пластиковые пыльники говно. Вот пыльник при замене шруса я устанавливал. Вот вам резиновый пыльник. Ровно полтора года. Вот посмотрите, во что превратилась резина. Вот это вам резина. После того, как резина превратилась вот в вот это, она потрескалась, лопнула, попала вода, песок и шрус накрылся. Давайте сразу, если кто хочет себе установить пластиковый или неопреновый, то нужны размеры. Давайте сразу и замерим эти размеры. Кому нужны размеры, вот вам размеры. Это ВО 1.6 шанхайской сборки. По валу, по приводу 24 мм диаметр привода, куда девается пыльник. Так, теперь по самой вот этой вот крестовинке с роликами. Здесь находится 22 зуба. Можно на стоп-кадр поставить, посчитать. Здесь вот на самом приводе вот этих вот 34 зуба. Теперь меряем дальше. Сам шрус диаметр 74 мм. То есть, вот этот внутренний диаметр 24 мм. Этот диаметр, я думаю, штангель достает 74 мм. Высота 85 мм примерно такая вот высота пыльника. Так, по поводу пыльника. Вот смотрите, все кричали, у меня резина ездит. Куда там 10-20 лет машина, резина ездит. Вот смотрите, вот этот пыльник, вот полтора года. Ровно полтора года, вот с того момента, как я загружал видео. Вот, полтора года и все. Пыльник весь растрескался. Вот он весь развалился. И вот здесь вот тоже развалился. Он весь развалился. Собственно, по этой причине. Вот посмотрите, что внутри делается в шрусе. То есть, смазка была заводская. Никаких там посторонних смазок. Смазка была заводская. Попала вода. Ролики все посыпались. Появилась новая вибрация. Ну и вот финал. Значит, не берите вот такой вот был. Как он называется? Вот такой вот фирмы шрус был. Так, Japan Line. Если берете вот такой вот Japan Line. Вот эта вот оригинальная, кстати, коробка. Можете в видео посмотреть. В том видео, где я устанавливал вот этот вот шрус. Вот это вот Japan Line. Говно полное. Полтора года и пыльник превратился в труху. То есть, если устанавливать вот этот вот Japan Line, то только с новым пыльником. По поводу пыльников. Пыльники бывают пластиковые. Точнее, капроновые. Или резинокапроновые. Резинокапроновые можете забить. Эти пыльники вечные. Как я и писал в том же видео. Было они вечные. Они ездят очень долго. Бывают еще пыльники с неопреном. Они похожи на резиновые. Да, они похожи на резиновые. В дорогих иномарках устанавливаются именно неопреновые пыльники. Вы просто почитайте, что такое неопрен. И вы поймете, что вот это вот говно, вот это вот резина. И бывает резина. А бывает неопрен. У некоторых установлены неопреновые пыльники. А они пишут, что у меня резиновые пыльники. И на севере, и в морозы, и в жару. И ничего с ним не случается. Да потому, что он не резиновый. Вот поэтому с ним ничего и не случается. Так, купил я взамен вот такого вот Japan Line'a. В взамен Japan Line'a купил вот такой вот Shinkum. Посмотрим, сколько вот этот вот Shinkum еще проездит. Так, вот номер. Кому интересно. АВО шенхайской сборки. Двигатель 1.6. Вот вам номер. Вот так вот выглядит набор. Смазка в комплекте. Стопорные кольца. Вот два новых в комплекте. То есть, буду устанавливать Shinkum. Пыльник, конечно, говно. Вот с виду говно. Не знаю. За такими пыльниками нужно присматривать. Но новый пыльник стоит 12 долларов. 13 долларов стоит неопреновый пыльник. По размерам вот на вот такой вот шрус стоит 13 долларов. А новый шрус в комплекте с пыльником стоит 23 доллара. То есть, ну как бы, я бы даже и купил. Я бы и купил даже. Но дело в том, что в Украине не работает Exist. Такой вот большой интернет-магазин. У них были каталоги. Все каталоги накрылись. Все, ничего не работает. Только в телефонном режиме. Ты должен менеджеру рассказать, что ты хочешь от него. То есть, самостоятельно в каталогах найти себе неопреновый пыльник или резинопластиковый. Вы уже не сможете. Резинопластиковые пыльники это вечные пыльники. Так же, как и неопреновые. А вот это вот, что ложат в комплект. Вот это резина говно. Вот это вот говно полное. На этом все, что я хотел сказать. Буду менять шрус. Ссылку на замену шруса я оставлю под видео. Также хочу порекомендовать очень интересный канал с видео обзорами автомобилей. Канал только открылся. На канале сейчас уже есть несколько обзоров старинных автомобилей. Перейти на канал вы можете или по ссылке под видео. Или нажать на вот этот вот значок или этот. И вы сразу попадете на этот канал. На этом все. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok